Доброе утро! С Международным днем музея, который отмечался вчера. И расскажите, пожалуйста, какое место на сегодняшний день занимают музеи в жизни общества и насколько они популярны на сегодняшний день? Ну, знаете, Крым не зря называют музей под открытым небом. Потому что действительно так получилось, что история нашего Крымского полуострова, это история всей Российской Федерации. Это такие скрепы, как можно сказать, которые изучаются в школах с раннего детства. Многие дети знают Крым. Естественно, все это отражается и в нашей музейной сфере. Музеи у нас очень разнообразны. У нас, условно, делятся на три большие категории. Это музеи республиканские, музеи-заповедники муниципальные, то есть городские, и ведомственные музеи. То есть это школьные, при университете Крымском, федеральном и многие-многие другие. Ну, что такое музей? Знаете, музей начинается, как бы, на Древней Греции, это собирательство. Любой человек может собрать коллекцию и, если ее оформить, представить и ввести в оборот научный, это уже будет у тебя музей. Тем более, закон Российской Федерации, он позволяет нам это делать. На мой взгляд, музей занимает важнейшее место в нашей жизни. Это, как бы, ну, это моя профессия стала, потому что я в музее сам работаю уже 28 лет, пришел еще студентом. И прошло, как бы, все этапы от младшего научного сотрудника до руководителя. Для Крыма музеи – это бюжетоображающая организация. Не секрет, что ряд музеев, наших крупнейших музеев-заповедников, Левадия, Судак, Керчь, Бахчисарай – действительно организации, которые зарабатывают деньги. Не только в них государство вкладывают, но они благодаря своей экскурсионной деятельности, экспозиционно-выставочной деятельности эти деньги и могут заработать. Музей – это хранилище, хранилище человеческой памяти. Потому что многое уходит, да. Если даже мы сейчас посмотрим, вроде бы 50 лет проходит, а быт уже изменился, предметность окружающая изменилась, и это уже тоже становится предметом коллекционирования. Ну, а если посмотрим, как бы, на предметы, которые имеют ценность историческую, культурную, которую находят археологи, предметы, которым по 2-2,5 тысячи лет, это тоже все находится в Крыму. Вот это вся наша крымская история. И музеи у нас разнообразные. У нас есть, ну, пожалуй, может быть, не таких промышленных музеев, да, но, в принципе, и музеи, связанные с природой, литературное наследие, историко-культурное наследие, этнографическое наследие – все эти музеи у нас в Крыму представлены. Музеи-заповедники, то есть, которые объединяют не только, скажем так, как основное издание, где представлены экспозиции, а вокруг памятники объединяют. Это у нас Керчь, Судак, Черноморская. Вот сегодня наши коллеги в Черноморском будут открывать новую экспозицию после ремонта. Деньги были выделены нашим министерством культуры. Как бы полностью государственный музей сейчас финансируется. Будут открывать наши коллеги новую экспозицию. Это тоже, я считаю, большое достижение. То есть, на сегодняшний день мы можем смело утверждать, что музеи не потеряли свою популярность. Как среди гостей нашего полуострова, так и жителей Крыма. Ну, вы знаете, статистика говорит разное, да. Вот накануне нашего дня профессионального, 18 мая, появилась статистика, что 25% жителей Российской Федерации, вообще, там, 30%, вообще в музеи не ходят. Ну, это не говорит о том, что люди не смотрят эту тему. То есть, музейная жизнь сейчас, она расширилась, да. В прошлом году, из-за ковидного года, скажем так, мы полностью все ушли в онлайн, как сейчас принято говорить, да. И программы стали очень разнообразны. То есть, стали помещать свои коллекции. То есть, коллекции мы давно размещаем в системе онлайн. Это может быть и сайт наш, где мы все размещаем. Но плюс к этому госкаталог Российской Федерации. Человек, кто хорошо владеет этой темой, любой историк, любой точке мира, может зайти в госкаталог и посмотреть предметы, которые хранятся в этом музее. И до 2025 года все музеи Российской Федерации, есть дорожная карта, мы все размещаем в своей коллекции. Плюс к этому, выставочная деятельность, она также ушла в систему онлайн. То есть, сделали слайд-шоу, делали открытия, и человек тоже мог посмотреть. Мы у себя вели еще рубрику «Негромкий разговор вещей». То есть, берется один предмет и рассказывает свою историю. Как он попал и что он значит, это делают многие коллеги. Я знаю, и Бокчисарай, и Крымско-Татарские музеи наши коллеги делают. Мы не потерялись, наоборот, мы расширились. Конечно, в этом году мы уже стали постепенно возвращаться в систему оффлайн. Из виртуального мира. Да, и вот, как бы, уже ночь музеев традиционно, тоже у нас в России, которая проводится в Крыму, у нас это проводится вторая суббота, по распоряжению Совета Министров, и это по инициативе нашего министерства, все республиканские музеи муниципальные принимают участие. Сейчас это уже принято принимать участие. То есть, мы все разрабатываем разнообразные интересные программы, направленные на людей. Больше приходят людей, меньше людей приходит. Но все равно музеи готовы к встрече со своим посетителем. В нашем музее, например, мы традиционно привлекаем наших партнеров к ночью музеев. То есть, в этом году у нас две структуры нашего министерства культуры в подчинении. Это Крымский киномедиоцентр, проводили мастер-классы. Плюс Крымская государственная филармония организовала небольшой концерт. Сейчас она ушла на ремонт, на Пушкина. Начали делать ремонт этого здания. Мне так получилось, что рояль, который у них был в Белой гостиной, на цвет хранения, находится в нашем музее. Ну и, естественно, мы уже начинаем его использовать. Тем более, акустика у нас на первом этаже очень хорошая. Как и сами профессиональные певцы. После концерта сказали, акустика хорошая. Я думаю, в дальнейшем, наверное, даже будут и такие серии концертов организованы, пока он у нас будет, этот инструмент будет находиться в музее. Плюс к этому, выставки всегда открыты у нас, да, для посетителей. И не исключение у нас, например, есть Крымское отделение Союза кузнецов России. Ее возглавляет Минаев Раим. И уже мы пятую выставку на базе музея организовывали. И открыли 18 мая. Пришли кузнецы, их друзья, гости пришли. И мы также представили, как бы, ну, определенный отчет этого крымского отделения. Потому что, как они сами пошутили, год ковидный, многие вещи не продаются. И мы, как говорится, людям их выставляем. И люди могут это посмотреть. Вот это все музей. Но музей, это структура, вы знаете, это живой механизм, это люди, да. И, как бы, я вам рассказал то, что мы видим. А многая работа наших коллег, она остается, ну, как бы, за... Незаметной. Незаметной, да. Да, это работа фондовиков. Очень важнейшая работа. Потому что любой музей, это коллекция. Конечно. И это коллекция. И в настоящий момент у нас в России разработаны и вводятся единые правила. Вот они с 1 июля начинают уже входить полностью. Это, скажем так, правила системы хранения музейных предметов. То есть есть хранители коллекции, есть люди, которые описывают коллекцию, которые вводят ее в госкаталог. То есть это люди вообще не видят, да. Ну, плюс к этому есть, ну, как бы, так, ряд специалистов, методистов, которые проводят культурно-образовательные программы. У нас есть ряд, также там, например, музейный сундучок, русский самовар, где дети приходят. На базе, допустим, у нас детского атмосферического центра, который мы открыли несколько лет назад при поддержке нашего министерства культуры. У нас наша министра была на открытии, Арина Вадимовна. Как бы мы имеем площадку и показываем еще одно направление. Но одно из главнейших направлений, на мой взгляд, это мое твердое убеждение, это наша постоянная экспозиция. То есть в любом музее мы можем проводить разные выставки, мы можем работать с нашими коллегами за пределами Крыма, в Крыму. Но экспозиция – это показатель наш. И несколько лет назад в нашем музее мы разработали концепцию. Ее утвердила коллегия Министерства культуры для концепции. И вот мы начали, несмотря на трудности, потому что где-то, может быть, и средств не хватает, их надо больше. Мы привлекаем свои средства, которые зарабатываем. При поддержке Министерства культуры мы уже, скажем так, три года разработали еще одну концепцию и ведем нашу реэкспозицию. В чем она заключается? В этом году мы крымчанам, крымчанам, гостям полуострова, научному сообществу, не побоюсь этого слова, потому что музей – это тоже наука. Наука. Это, может быть, не такая академическая наука. Она где-то прикладная наука, но может стать и академической наукой. Мы представим совершенно новую экспозицию по крымским татарам, армянам, грекам, караимы-крымчики, крымские цыгане, ченгенем, как этническая группа, и турки. То есть у нас был даже небольшой комплекс, связанный с турецкой культурой, потому что, ну, 17-го, 17-го века Османская империя, естественно, же имела влияние, особенно культурное влияние, на наше крымское сообщество. И как бы так нельзя забывать, что многие предметы, которые были в Стамбуле или рядом, они потом… Рынок был подвижен, Кавказ, Османы, и все попадало сюда. И Крым. И Крым, конечно, это такой треугольник, это именно такое культурное сообщество складывалось. Мы это тоже должны говорить об этом и показывать. Вот мы покажем с одной стороны каждую культуру, скажем так, имеющую этническую специфику свою, да, но с другой стороны мы покажем экспозиционные комплексы, которые объединяют нашу культуру. Люди жили рядом, понимаете, ну вот мы даже такой пример, что такое великий шелковый путь, да, где Китай, где Крым, если так географически мы так представим. Но уже в захоронениях первого века нашей эры у Сельма находят китайские шкатулки. Рынок был подвижен, общество не было замкнуто, как кому-то кажется, так и наш Крым. И, конечно же, многие вещи такие, как, например, ну, рынок, но все торговали на одних весах, правильно же? Только у каждого народа оно называлось по-своему. Кофейня, кухня, например, вода, то есть культура воды. Естественно же, это особое почитание в Крыму, где с водой было всегда напряжение у крымских татар, и караимы, и крымчики, и армяне, и греки. Особое почитание было обустройство источников, отношения к источнике. Вот это мы все будем показывать. Вот это наши комплексы, объединяющие наши крымские народы. Ну, мы у себя их называем старожильческие, то есть культуры старожильческих народов, которые, ну, да, у приезжающих, у многих крымчан всегда вызывают интерес. Этническая история, этногенез, идут споры, разные точки зрения. Но мы говорим, народы живут, культура есть, и мы обязаны их показывать, относиться к ним с уважением. Это у нас первый зал будет. Плюс к этому, и к этой работе, к этой работе вела не только трехлетняя работа. После, скажем так, вхождения встава в Российскую Федерацию отношение к музеям изменилось. Да, мы сейчас видим большие, скажем так, финансовые средства, которые выделяются по федеральным целевым программам на восстановление памятников. Да, и там, где музеи находятся, это Керчь, это Бахчисарай, это Алубка. Но плюс к этому, у нас есть госзадания наши, финансовые средства выделяемые на иные цели. И вот благодаря этим программам мы у себя, вот какую возможность получили, даже наш музей, скажем так, среднего уровня, мы можем формировать коллекцию, закупать предметы, уже проводится именно целенаправленная целая политика по формированию фондовой коллекции. И мы ее значительно расширили. Мы значительно расширили и крымско-татарскую культуру, и русскую культуру, и греки, и армяне, и приобрели те коллекции, ну, о которых только могли мечтать, или даже, может, думали, что такие вещи не сохранились, и они, благодаря частным коллекционерам, они всплывают периодически, и мы имеем возможность их приобрести. Плюс к этому реставрация предметов. Тоже значительная доля. В Крыму очень мало реставрационных мастерских. Вот, скажем так, медная посуда, да, которая, ну, мы ее знаем, скажем так, крымские татары с детства знают. Она всегда нас окружает, да, как пишут многие, ну, есть ряд исследователей, которые говорят, что, например, уже даже в три года, как правило, в семье крымско-татарской девочки гугум изготавливали. Уже как бы в приданное готовили гугум большой. Все это было многое поуничтожалось, конечно. Никуда ты не денешься. Но мы имеем возможность реставрировать. У наших коллег в ряде регионов оно также будет показываться. Работа дизайнера, специальное музейное освещение, плюс к этому специальное музейное оборудование. Вот это все, сейчас это наша будет новая экспозиция. И к концу года мы планируем еще открыть зал по русской культуре. Потому что в следующем году у нас 30-летие, и мы так запланировали у себя такую провести, скажем, реэкспозицию. Я надеюсь, будут дальше финансовые средства выделяться. И у нас и Крымский Ларец уже будет нового в следующем году. И, скажем, мы будем вводить в оборот, в научный оборот, в культурный оборот, новые предметы, новые экспонаты. Спасибо, что Министерство культуры в этом у нас политики поддерживает. Я надеюсь, что наша работа удовлетворит самых изысканных наших посетителей. Ну а мы вам желаем успехов во всех ваших начинаниях. Конечно, музей — это место, которое хранит культуру, и место, которое хранит историю. Желаем, чтобы фонды вашего музея постоянно пополнялись, и для жителей и гостей нашего полуострова все время представлялись уже новые экспозиции. Спасибо, что посетили нас сегодня. Хорошего дня. Более того, в субъятном сомнене кельде, сайглодослары, хрымда музейлернын сайсы, пекчох, музафрымы сайтханы, кэбэн, эрбэрэнсан, ознэляэх, ознэмерахлоу, ганн музейна, тапаблэя, веуларны зяритэтмэгэ унутманус. Базам яйна музася, дэвамэтмэгтэ, нефбетекі қысымызны зондикатынызға тағдиметтеміз. Бұйрыныз.